Валерия Сухановна пригласила к одному начальнику к другому на работе. Я представляю документы. Не надо, я слышал, я читал, я проваливаю. Ну и как? Чем помочь? Что вам надо? Какой-то муран? Да не надо, не муран. А что у вас есть? Ну давайте думайте как. Мука есть один. Говорит, мне сахар нужен. Когда умирают христиане, я думаю ясно рассказываю вам. Если я был не верующий, ничего там у меня не было. Все дал мне Бог. И тюрьмы, и лагеря, и то, что такое сейчас отношение. Ну я в праведакции говорить не буду. Каждый берется и... Другой совсем подход. Вот. Как-то я в Америке был, пришел и... Я говорю, мне бы хотелось вот вам рассказать... Майор, это сейчас напишите, тогда был Юрий Алексеевич Майор. Главный редактор Алтайской правды. И на нее напечатали, буквально через войне. Я приносил тогда. Статья назвалась так. Пойдешь за чужим, потеряешь свое. Как я ездил. А потом мне один корреспондент и говорит, Ваша статья-то ли заметили, что я признала лучшую? А там ничего и не было. Почему? Вера. Вера, это особый запах имеет. Она сразу касается. А вот как начальники, офицеры принимают. Вот в летном училище, как она преподавала. Надо просто видеть. И курсанты, все, молодежь. А что бы я им сказал? Не верующие-то. Сказать-то, собственно, мне еще. И сейчас. Что бы я им ответил? Они бы нас задавили. И все, что я перед ним на коленях стою перед этим. Районной администрацией-то. Они же можно представлять теперь, что он когда получит. И теперь еще в газетах центральных будет напечатано. Он тысячу крат будет вспоминать тот день, 11 ноября, когда сел писать, жаловался. А мы еще не верующим, я думаю, рукой махмутной. Они еще и задавили-то задавили. Они чем больше нас бьют, тем, говорит, мы выше поднимаемся. Как опара в пашне. Когда умирает крестьянин, крестьянин хоронит с крестиком, тем, который он носил при жизни. Серебряным на цепочке. Сарб бедственный или золотой. То, какой он носит. Какой он носит? Переходит слух, попросили, что хоронят с простым и на ниточкой. Никакой разницы нет. Мертвым это все равно. Хагат мертвому при парке. Поголовка говорит. Нет крестика. И без крестика похоронишь. Бог знает, нес ли ты крест страданий мужчине, который дал тебе Господь. То есть это главное. А уж какой там крестик, золотой конечно не надо. Золото ты лучше продай, а что ты помоги нуждающемуся. А больше тромбокопателям там будут лазить. Вот говорит, жил зять с тещей и ругался. Вот он убил тещу. Отсидел, вышел, а теперь живет хорошо. Как это понять, что ответить на это? Ну что сказать, что хорошо живешь, раз мы хорошо живем без тещи. Только можно было сразу с ней не знакомиться с тещей. Конечно и тещи-то не такие, как в польском суде. Все-таки вопрос стал. Ну что же делать с человеком, у которого две жены? Самое большое наказание, чтобы у него было две тещи. Раз две жены. Ну он убил, он убийца. А что у него теперь хорошо, это только в этой жизни. Верующий ответ очень простой. В этой жизни убийцы, преступники, как в книге Йога, устраиваются очень хорошо. Считают 72-й псалом. Здесь полный дается ответ. Бытие определяет сознание. Ну тут надо вот в падежах лучше ставить. Бытие, вот это наше которое, бытие, как мы живем, определяет то, как надо думать. А мы же говорим, наше сознание определяет бытие. Вот как бедно ты живешь и что, сознание и есть, и во всем будешь довольно веселое лицо. У нас сознание определяет бытие, а бытие не определяет наше сознание. Где я буду находиться? В вузах, в операционном столе, в пути, дома. Бытие ничего не определяет. Вот если ты спросил бы, что первичный дух или материя, иногда к этому подставляет, то вот конкретно можно сказать, в человеке первичная материя. Потому что в начале Бог сотворил тело, а потом был Бог. А в космическом плане, первичный дух, в начале был Бог, потом сотворил. То есть надо спросить, о чем лишь идет. Бытие никак не определяет сознание. Хотя оно влияет на это. Скажите, чьи это повыгры, такие как Балиевский, Поколовский. Мне как-то сказали, что это польские евреи. Это или все не так. Ну, Бахаран, по произношению, если на конце и ничего это не говорит. Сегодня такие фамилии. Скажите, Зинольев. Какая фамилия? Русская или нет? А Талатта никакой не или Зинольф, а Розунфель. Емельянов. Ярослав. Ярослав, который против Библии это все писал. Оказался, как и Губльман. Сталин, Наина Канчета, Аджуга Швили, Леонид. А там совсем другие фамилии. А сколько евреев, которые приняли крещение. Приняли крещение, они, может, и в Польше, а значит, в Польское их. А теперь что он не имеет? И канадцы осталось. Да и зачем нам это узнавать? А вот Курпский. Кто он? Русский или не русский? И Ивана Грозный, который был? Русский. Вот это. Первые фамилии когда давались? По местностям, по всему той. Так, напоминаю еще раз. Идет Масленичная неделя, завтра, среда, пятница. Как вся неделя, без поста и без мяса. Воскресенье прощенный день. Первое. Приезжает батюшка, если ничего не изменится, отслужим. И идем в Покровский собор. Все до единого. Строго обязательно. Я пока вчера, кажется, звонил с Людой и говорил с Упоровой. Она должна была в пяти сегодня, опять не пришла. Я приду. То есть обманул она в который раз уже. Я приду. Я говорю, ты узнаешь, что на работу пишешь заявление? Да. А у Ваня Ильича тоже. Ну ты же в общем и приходил, у нас порядок такой. Писала заявление? Да. Теперь выговорили нам. В чем мы против тебя погрешили? Может ты нашла что-то лучшее? Ну по-человечески можно же расстать это. Хорошо, я сделаю. Я приду. И пришла. Теперь спрашивают. А почему она была? Да была, ушла. А вот почему. В первую очередь ревности никакой не было. Посты нарушала. Это ее беда. Мама толстая и она на нее пошла. Никак не хотела. Пост. Опять пост нарушила. Я не могу. Ну пост нарушала, значит там есть пост нарушает, а там демон действует. Демон изгоняется постом и молитвы. Это Христос сказал еще. Дарья. Постоянное опоздание. Скажи там, когда были. Опять опоздал. То нету, то опоздал. Постоянное опоздание. И при ее размерах. И все. И вдруг расстал. Это Новый год. Еще там где-то выпивала. На елке писала. Даже в жизни того. Что-то я от нее и не ожидал даже. Кажется, она только даже на скамейке сидит. Прикованная. И вдруг писала. Не знаю. На асфальте если. Плакать надо. Молиться. И играть в веру нельзя. Пошел в мирное время и потерял веру. Такая на тебя и вера была. Дырявый карман не мог зашить. Что же это ты потерял-то? Это жизнь твоя вечная. Даже паспорт ты потерял. Кто тебя накажет? Даже проездное потеряешь. Ты тоже знаешь. Тут веру, жизнь вечную потеряла. Никакой нужды нету. Да зачем же ты нужна была? Господь просто отметает это белье. Чтобы оно, кажется, не воняло. Мучились, мучились. Огневой ничего нету. Это принимала крещение. Я смотрю, с кем она принимала. Одновременно с Настей. Стоят на ухупелье. Настя была Дьяконова. И между ними, кажется, стоит. Жил непосредственно. Одним движением всё. Ушло и нету конструкцию. На этого будет другое. Другие люди у Бога никогда не будут в пустые места. Говорят, а как же хорошо, если было бы, люди не уходили? У нас это отвечено материально от Суздейки. На негде было хорошо, а третья часть пала. Потому что падший превращается в чертей. Вы знаете, демок в детстве. А чего уж там-то не хватало? Если во мне можно найти тысячу или один грех в один день, то там-то ничего не было. Но и тошли они, что захотелось быть Богом. Был осенящий фильм. А сделал таким дьяволом. Иж хотел лучше быть. Получил. А как было во времена Моисея? Все восстали. Лужевелых ват отправил. Допал на веру и корей. Против Бога восстали. Шестьсот тысяч. Только два человека вошли, остальные зарыты. Против Бога восстал мир. И Бог всех потопил в потопе. За рога шотомские подняли. Но и на веру и твой Бог их истребил. После апостола Павла, где остался один в моей душевище. Как у Моисея. Как у Ильи и пророков. И Тимофей со мной. Это всегда самое явление. Это жизнь. А если все. Нигде, никто, никуда. Такой у нас нет. Такая ситуация у нас нет. А там ничего нет. Вот я могу сказать. Ни в покровском, ни в нехольском. За сто лет никто не отпадал. В общем, там никто не подождался. Там никто не подождался. Там никто не подал, потому что никто не стоял. Благодарим Богу. Господи, великая Тебя благодарность за этот день. За все милости, какие Ты нам оказываешь. Помоги нам исполнить слышание Слова Твое. С великим страхом и трепетом совершать Своё спасение. Просит Твоё благословение на священство, на правителей в этой стране. И всех содействующих, споспешивающих к Нему. Мы уповаем на Твою великую, милость и щедроты. Прости мне согрешения мои. Соблазны. И каждому из нас, болящих у врачу и путешествующих благослови. Отпадших возврати. Тебя слава за Твою. Песня. 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 Отец Тебесный, мы просим Твоего благословения, Рождества Христа и на эти занятия. Ты сам откроен, Тайны. Что хотел сказать нам Дух Святой? И научи нас, как исполнять заповеди Твои. Даруй мир этой стране, которая потеряла Тебя и с таким трудом находит. Вослови разрушенные духовные храмы. Благослови правители в этой стране. И научи истинных служителей на Ниву Твою. Ибо они воистину побелели, а делатели мало. Сохрани нас от всякого рода зла и греха. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слава имя. Смиро. Смиро. Продолжение. Откровение Иоанна Богослова. 2 глава со 17 стиха. Повторяю, что это последняя книга Нового Завета. Самая таинственная книга в Библии и во всем мире. Таинственных книг много. Но об них или мало кто знает, или они себя настолько скомпрометировали, что о них забыли. Были сибиллы, сибилленные источники, которые что-то могли сказать. Лжепророчества более чем на 70% сказать правду не могут. И как правило говорят о войне и об убийствах. То, что производит сам дьявол. Откровение Иоанна Богослова говорит о том, что будет с его невестой, с церковью. И вот 7 церквей, цифра 7 означает полнота, говорит о состоянии церкви в течение двух тысяч лет. Каждый из нас должен определить, где он находится, то есть состояние твоей души. И оно может меняться с утра до вечера. Утром ты можешь быть в пергамской церкви, к вечеру к вилодеятелю. И наоборот. Может быть в ладике, в самая отступническая церковь. 18 стих. И ангелу феативской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобных алкаливану. Я знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты, попустаешь жене из-за вере, называющей себя пророчествою, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я давнее время покаяться в любодеянии ее. Но она не покаялась. Вот я подергаю ее на отдых, любодействующих с нею. Берегуй скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей я поражу смертью. И он разумеет все церкви, что я есть им испытующие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам ваших. Вам же и прочим находящимся феотирий, которые не держат всего учения, и которые не знают так называемых глупин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющую ухо, слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. Практически каждая церковь получает и порицание, и одобрение. Из этого ряда выходят только Филадельфия и Лаодикия. Филадельфия – это то, что мы сегодня назовем святость, в полноте доступная человеку на этой земле. И Лаодикия – это совершенное охлаждение, полное отступление. И остается только одно название. В этом вопросе почти все одинаковы, даже и сектанты. Что сегодня время Лаодикии. Принял крещение, несколько раз пришел в церковь, начинаются пропуски, охлаждение, отступление и остался один. Христос об этом положении говорит так, что лучше бы не познать, соль, потерявшая силу, ни к чему не пригодна. С такими людьми мир обращается пренебрежительно. Соль, выброшенная на попрание. Если ты отказался, то кто тебе дальше-то поверит? Итак, запишем толкование. 18 стиха. Что означает огненные очи? Огневидность очей указывает на просвещение. Огневидность очей указывает на просвещение праведников. То есть, как огонь проникает, все делает светлым, так очи Христа. И попаление грешников, огонь все сжигает. Попаление грешников. И снова строки. Моги, как Халкаливан. Что означает Халкаливан? Мы записывали. Тире. Благоухание мира Христова. Мира. Это такая благоволная масть. Благоухание мира Христова. Спасаемых. Об этом апостол Павел говорит. Мы являемся запахом, живительным на жизнь и смертоносным на смерть для отдельных людей. Христос это выразил так. Я есен камень. Камень краеугольный, на котором слоятся две стены. Постоянная в мире вражда идет. Но заметьте, что какие бы ни были цыгане, с ними вражды почти нет. Они всех обманывают, работать вообще не хотят. Немцы. Была война. Закончили войну. Опять все в мире. Во всем мире из всех наций выделяется, хотя в мире 2896, только евреи. И у всех к ним такое убеждение. Рано или поздно евреи все посты захватят. Все хирурги, врачи, экономисты, все будут евреи. И поэтому к ним относятся с подозрением, как к тем, которые рано или поздно будут разрушать свое государство. Но из учения Христа мы видим, что те, которые принимают учения Христова, они не будут ни презирать ни русского, ни еврея, ни немца, ни цыганы. Те, которые обращаются, повторяю, ко Христу. Одна стена – это евреи, другая – это язычники. И соединяется угол на камне, фундамент. Но кто споткнется об этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Если ты не поверишь в учение Христа, засомневаешься. На этом твой путь закончился, как христианина. А когда Христос явится во втором пришествии с подлаками, с праведниками, с душами, то на неправедных он упадет со своим гневом, говорит, и раздавит человека. То есть человек должен в этой жизни примириться с Богом, и во время пришествия Христа он будет вознесен встретение ему. Те, которые не покаются, остаются на земле. И увидят Христа, как грозного судью. Иоанн Бопауз дает такое толкование. Когда царь садится на седалище свое судить, то судьи, другие, меньше, чином, губернаторы, князья стоят рядом, но внутренне все содрогаются, как бы не провиниться. А преступники, опустив глаза книзу, ожидают смертной казни. Так будет и во время пришествия Иисуса Христа. И еще запишем 19 и 20 стихи. Знаю твои дела. Как пояснить эти слова? Что значит знают? Наши дела, может, и соседи знают, близкие, друзья, враги, которые за нами подсматривают. Что означает знание Бога в наших делах? Если и хвалят за веру. За что хвалят? Если и хвалят за веру. Запитая служение. Благодушие. Благодушие. Благодушие и терпение. Благодушие и терпение. Благодушие, как бы оно вспоминает нам о великодушии. Если люди мстительные, жестокие, никогда не забывают никакой обиды себе. А благодушный человек, он рассуждает так. Я и сам против кого-то согрешал. И что же я буду привязываться за одно какое-то слово? То есть Иерахов так говорит. Не на каждое слово обращай внимание. Вспомни, сколько раз ты судил. А то начинает выявлять. А ты обо мне это говорил? Ну, подожди. Это нестихающая вражда идет. И порицает за попущение ереси Николаитов. Ереси Николаитов. Сколько? По нечестию и порокам. То есть такая скверная ереса, разрешающая грешить. По нечестию и порокам. Образно названной Иезолелью. Образно названной Иезолелью. Это была такая нечестивая цариса, жена Ахаула. Скобку закрыть. Которая дает повод верным к соблазнам. Которая дает повод верным к соблазнам. И увлекает их кредовослужению. К кредовослужению, от которого они прежде отреклись. От которого они прежде отреклись. Точка. Ее должно уничтожить. Ее должно уничтожить. Потому что при помощи лукавого духа. Потому что при помощи лукавого духа. Она ложно выдает себя за истинную. Она ложно выдает себя за истинную. Обладающие пророчествами. Это толкование архиепископа Андрея Кисарика Падокийска. Четвертый век. Как это понимать сегодня. В настоящее время. По нашему. Мы эту тему уже проходили. Самый большой соблазн. Который был вдоль революционной России. Который пытается полно попалочить. Как Демьян Бедный. Ими идеей визирует. Как принято в зарубежье. Все было хорошо. Все было прекрасно. И лучше чем старая Россия. Нам никогда не сделать. Мы на это только скажем. Как если было хорошо. За что же нас такая беда постигла. А если было плохо. Все абсолютно было плохо. Почему мы устояли. Почему Бог нас не уничтожил до конца. Самое страшное в 20 веке это то. Что церковь потеряла силу. Соль потеряла назначение свое. Практически. Ведь Христос основал церковь. Через отделение от мира. Он говорит. Придите ко мне. То есть мир влечет как поток за собой всех людей. Христос простирает руки с креста и говорит. Придите ко мне все труждающиеся примененные. Я успокою вас. Выйти надо из этого мира. И пойти за Христом. То есть человек находился как блудный сын. Далеко от отчего дома. Пища его была. То что едят свиньи. И он приходит к отцу небесную. Сегодня в церкви это вред. Это самый великий соблазн. В ней говорят. В Бога я верю. А папам не верю. И в церковь не пойду. А что там делать? Так люди отбирают. Одни деньги берут и все. Помещают 200 рублей. Ну и сегодня 200 рублей. Мне сколько звонили про это. Мы бы хотели постаро помещаться. Никакой возможности нет. Придятно практически два месяца. Иногда уборщицу надо работать. Соблазн. Страшный соблазн. А что еще? Ступили в экономическое движение. То есть и из овели ложного учения. И позволили проникать в церковь. Одновременно с католиками, с кришнаитами, с сектантами идут богослужения. То есть мы, называется экстраполяция, перевод на сегодняшнее время, прекрасно это видим. Это страшный соблазн. Что нужно сделать? Уничтожается. В первую очередь уничтожение касается учения, в котором живет этот человек, приносящий соблазн. В воскресенье у нас будет прощенное воскресенье. В это воскресенье. И будут такие песнопения и в течение всего поста. На реках Вавилона там сидели мы и плакали. И арты наши повесили на вербах. Сколько слез провела Россия. А заканчивай сюрпризом. Блажен. Счастье тот, кто возьмет младенцев и разобьет о камень. Младенцев дочери Вавилона. И по-салянски говорится. Щи Вавилония окаянная. Будь ты проклятая, что ты сделала. И ее детей. Если где-то найдешь ребенка. Березан и бери от камень. Чтобы от него потомства не было. Как же? Мы же христиане. Нам это нельзя делать. Означает их атеистическое мировоззрение. Безвожные взгляды. То, что порождает. Отсюда от мысли же дорождается. И разбей о камень веры Христовой. Это дается толкование. И грехам и силенам. Когда считаем им покаянным псалом. Помилуй меня Божий. И говорит так, что. И садишь здесь стены иерусалимские. Какие стены? Мы живем в Барнауле. Стенами называются священники. А ляжет толкование прямо сирина. Стены. Стены. То, чем держится. Чтобы враг не заходил. А если священники ничего не учат. Сегодня придите. Мы, допустим, рядом. Однифольские, Патровские. Скажите, у вас бывают секторты? Да, бывают. А сколько? Мы пойдем сейчас к баптистам и спросим. Сколько у вас членов ЦРУ? Они скажут. Нашей общине 450 человек. 75-80% все православные бывшие. Что? Враг свободно проникает и расхищает. Адвентисты, эгоисты. И все это то, что пришлось через православие. Своей отдельной базы еще никто не создал. И причина только в том, что стены оказались разрушенные. Если бы эти стены мы сейчас восстановили, а цемент это любовь, это Дух Святой, выход был бы, уже сегодня мы начали бы строить это здание. Здание строится. Настроится так, что сегодня любая змея, любой ветер, любая птица нечистая залетает в церковь. Можем мы это сегодня сами восстановить? По крайней мере осознанием то, что эта беда уже случилась. Ты позволяешь Елизавете пророчествовать. А как я могу ей не позволять? Ну, а вот в стране ты видишь, еще нечестье творится. Ну, начинай говорить с ним. А как говорить о ней сильнее нас? А почему же Елизавете оказалась сильнее? Вот мы изучали, как доказать, что иконы нужны. Как доказать? Крам, Священное Писание, пословы, мы это все находим. Почему у нас крестят детей? Допустим, вописные крестят. Мы опять проходили эту тему. Почему у нас священство рукоположное, у них этого нету? Опять тема. Мы когда это разбираем, то есть и заверение учения останавливается, и дальше не можно разлагать. Следующий стих. 21 и 23. Дал ей время. Дал ей время. Вредная ересь их. Вредная ересь их. Вредная ересь их. Не воспользовалась во благо временем. Данным ей для покаяния. Для нас время покаяния может это время перестройки. Они какую свободу дали. Храмы строят, открывают. Как будто ничего и не было. Они никогда не слышали. Заходишь в храм, но хоть бы маленько отстронулись с места. Нисколько. Как была мирская христовая волна, так и сегодня идет. Никто ничему не учит. Целыми днями. А с вечера захожу в Патронский собор. Бегают ребятишки. Разговаривают нищие. Между собой люди. Что-то бубнит дичок. Помогает. Отпевает. Отпевает заочное. Даже нельзя понять. Даже батюшка дошла на еду и знает. Говорит, не могу понять, что так делается. И круглосуточная, как молотилка какая. Молотит и молотит и молотит. То есть священник сегодня роль выполняет какого-то северного языческого шамана. Буквально. Вот я бормочу какие-то слова. Они имеют какую-то мистическую силу. Ну, как колдун, любая бабка, шептуха. А на боку он вот стакан с молоком или узелки вешет. И бормочет. А потом это ты или выпей, или как Кашпировский что-то там нашептал. Да ведь не для этого Христос-то пришел, чтобы мы искали мистику в шевелении губ. Полупьяного, может, священника. А в том, чтобы в сердце принять Христа. Полюбить его, что он умер за наши грехи. Ни одного шага практически остались. С первого шага до последнего. Смотри в церкви, как будто бы новую религию совершенно построили. Выходят люди. Спроси. Что у вас сейчас было? Понятия не имею. Ну а что считалось? Ты же деньги заплатил. Ну он же знает. Священник. Вот где ни разу священников не было, можно свидетельствовать. Пошли расклеивать наши занятия где-то. Попали в кардиологический центр. Оказалось, что там уже они какие-то совершают действия. Что-то поют. И врач знает, нам этого достаточно. Не надо никаких. Не разрешаю. А почему не разрешают? А то другое нам сказали старцы наши. К старцу ездили священники куда-то там. Кирпичевский лавр. Они сказали, знаете, Рашкоинец. Он меня не знает еще. Врач. Главный врач кардиологического центра. Вчера мне звонят. Да ты только христианин. Нет. Но нам нужно единство иметь в государстве. То есть жать патриарху, а патриарху жмется Борис Николаевич, чтобы нам в едином кулаком устоять в это время. Да вы как раз и не устоите. К чему вы жмете-то? Во Христе хоть раз слышите. Ничего нам не надо. Но Евангелие вот. Такое Евангелие вот. Что сказал батюшка, то достаточно. А раку стоит на месте. Это страшное богохульство. Поставили себя на место Христа. Христа нет, они не знают. И там, где они прошли, сегодняшние церковные служители, 50 лет все это невозможно. Все стеклом битым, камнями завалено поле. Ни одна семья не прорастает. В некоторых школах жажды люди принимают. Где церковники эти прошли, ничего не хотят слушать. Не надо. Дети остаются какие были. Не надо. Нам сказали можно прийти причаститься. Помощение. Она их привела всем классом. Ладонями по голове. Все, вы теперь верующие. И они теперь верующие. А в седьмом классе уже девушку найти не могут. Когда говоришь, они ничего не принимают. Нам этого ничего не надо. И о Христе мы не желаем слышать. Полное оскорбление. Какое только возможно нанести Духу Божьему. Священники, написано, взяли ключи разумения. Сели на Борисеевом седалище. И сами не вошли. И хотящих не допустили. Вот это и означает, позволили не завели. Не завели сегодня для нас не баптисты, не еговисты. А то, что внутри церкви делается. Они позволили всяким ложным мирским учениям. Вот это колонистское учение означает. Ты греши, а я тебе отпущу. Рукой махну над тобой. И все. Грехи твои куда-то убудут. А ты такой уже остаешься. Ну батюшка отпустил грехи. Я пошел батюшке грехи издавать. Батюшка калорий. Для пустой стеклотары. Магазин. Я выпил, нагрешил бы. Удовольствие ты имел. А батюшке пойду, я все перечислю. А батюшку самому надо исправлять, может быть, ватных брюхах на севере 7 лет томить. Чтобы он познал, что это такое. Грехи отпускать. Это каждый грех Христу избирал. Познакомь его со Спасителем мира. Ничего нет. И вы этому все свидетели. Но можно их ситуацию переломить только в одном случае. Если мы сами себя перегнем. Скажем, Господи, начни с нас. Тебя будут поносить. А Христа поносили. Да и вы знали меня, будут знать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас. Близким, соседям, у храма. Везде свидетельствуйте. Начинайте сейчас. Пост наступает. По крещении газеты брать и раздавать. Чтобы не было никаких у нас нареканий. Где-то опять тот у нас наклеивал, говорят. Звонят, что неправильно. Где надо деньги платить. Там, где деньги надо платить, там не наклеивайте. Но люди в городе слышат, что где-то что-то есть. Где-то какие-то идут правоклавные. Свято-Отеческая, они объясняют старой верой. Ну ладно. Мы должны засвидетельствовать. И Елизавета не позволяет разлагать внутри церкви, что еще осталось живым. И снова строки. Я помогаю ее на отдых. Я помогаю ее, то есть Елизавета, наоборот. Толкование дают рядом. Тире. Продолжая говорить образно. Продолжая говорить образно. Сравнивает хитрость и лесть. Сравнивает хитрость и лесть. Еретикот. Сблудница. Угрожая поразить ее болезнями и смертью. Поразить ее болезнями и смертью. А также и всех осквернившихся вместе с нею. Если только не раскаются. Если только не раскаются. У меня зовут Вахмеки. Я отдам газеты бесплатно. Пойдем. Пустите. Мы изготовили. Газета Мерская. Но она очень хорошая. Уводит, потому что не тонко пишет. И стал кто-то выпускать. Новая газета, первая модель называется Кормилиц. Может быть она нас так кормит? Ну я немного не сумел набрать их. Ну и есть немножко. Хорошая моя бесплатная сказать не могу. Тоже раздайте. А мы не достанем. Скажется еще раз. Раздайте. Это быстро передавайте. Вышла хорошая газета. Она постоянно выпускает. Новоалтайская лампада. Тоже бесплатная. У нас не хватит. У нас не хватит. Это у нас в следующий раз можно принять. Если по одной же дай. Подосталось. Если не хватит, то так тебе не хватило. Я в следующий раз постараюсь тебе исключить. И алтайская миссия. Конечно, не зовет. Апетитская бортония. А то мы с ним старше походим, к аж до утра и добываем. Скажется, маловато себе. И раздайте. Хорошая статья не участвует. Вот. Потом, после окончания, подойдете, возьмите, я раздавать не буду. А можно даже раздать. Кто хотел для своих, для близких, вот тут мое выступление о Конгрессе. О Конгрессе. Специально отрезали, ладно, пусть пройдет. У кого нету? Это газета Жильки Алтая. Это выступало в Конгрессе интеллигенции. Об этом тоже скажу. Так, раздайте. И еще. Прошлая газета. Вот наш выигрыш дома. Кто хотел иметь вот такие газеты с преступлениями, я даю только тем, кто их сохранит. Дома назначить такое место, где чтобы они лежали. И вот за этой газетой, это все бесплатно дают. Кто хотел бы иметь, другим показать. Ко мне вещам подойдете. Сюда. Одно только условие. Не рвайте, чтобы она у вас сохранилась. Если где-то есть счастье, эта газета сохранится в другом месте. Вот здесь, вот сюда. Так. Чем меньше раздать? Потом. Ага, подойду. Пока я вас посылаю ответы. Кто такие Николориты, всех отсюда они возникли. Возникли в первом веке, потому что они упоминают Диан Богослов здесь. Одни считают, что произошли они от диакона Николая. Одного из семи диаконов, которых избрали, когда Степанович убивали. Заключалось в том, что греши... Девять заключалась в чем? Греши, Бог милости, Он простит. Главное, чтобы только покаяться. И, видимо, обосновывались на псалме 82-33 секунды. Нигде в учениях Христа нет такого. Ты греши, а Бог будет прощать. Старахов говорит, Бог не имеет нужды в мужа грешном. Это определенно и четкое. Грех надо от него отходить. А они ввели просто в учение, что греши, ну напился, простался, сказал, Господи, прости, продолжай дальше. Учение не говорится. Бог говорит, я ненавижу его. А такое учение было. Было, и оно сегодня очень широко распространено. Что я могу сделать? Я думаю, больше всего оно распространено именно там, что мы видим сегодня. Говорим, а какая ересь? Позволили. Хуже ересь и фельдянского дара ничего в мире не было. Полное предательство дело Божие. Лишь бы мог какие-то слова по-славянски сказать, ходи его махать, а там больше ничего тебе не надо. А так все ересь называется. То, что экуменизм называется. Вы говорите, что в Покровском соборе вроде шаманов дички не поймет, что они творят. Зачем же мы должны туда идти? А мы знаем, что они говорят. Я говорю, то, что они делают, ни одно местописание не подтверждает, чтобы люди без обращения, без осознания могли что-то получить. И такой веры религии Бог нам не оставлял. А зачем мы идем? В первую очередь мы знаем. Понимаем, что там делается. Идем мы с Богом к ним. Люди-то, которые приходят вообще ничего не знают. Если ты немец сегодня и придешь священник на немецком языке, богослуживец, ты поймешь, тебе полезно. А которые не понимают, то ничего и не знают. Мы уже знаем. Для нас это полезно. Кроме того, мы не всегда и ходим. Мы не занимаемся изучением священописания. Люди до этого ничего не имеют. И когда днем на эти небогослужебные молебны мы не ходим. Никто из нас туда не пойдет. Нам и не позволено ходить. Сегодня человек пришел, что отпевать. Сколько? Ему сразу говорят, сто восемьдесят тысяч. Он пошел заплатил. Священник никогда этого человека в глаза не видел. Тем более, у него не узнаешь. Он не похож на живого. Все. Подвяжи ему на копалку. Он начинает махать коленом вокруг со святыми руками. Ну, ты хоть раз его видел? Понятия не умеет. А кому ты желаешь, Саши Небесных? Ну, мне сказали, что верующий. Там шепчет. Да он задавился. Как задавился? А его нельзя. Да он не в уме был. Но родственники начинают проталкивать в рай. В рай. Дальше. Я не могу. Тогда был архиерея Новосибирский. К архиерею. Но явно, что он задохнулся. Как задохнулся? Родители ушли в кино. А он с товарищем выпивал. Выпили и перевернул. Никто его не перевернул. В львоте не задохнулся. И вот она пришла и проталкивает. Но он хороший был. Он мне как-то рубль дал на свечку. Сын-то у меня. И он мне не бил. А соседский Витька мать бьет. Тоже совсем хороший. Да не могу я. Это же он самоубийца. Нет. Архиерею. Подпивайте. Все. Начали выпивать. Приходят люди венчальцы. Спрашивают. Ты хоть один раз их видел? Кого? Я под венцом. А зачем мне это не нужен? Он даже не понимает, о чем он спрашивает. Ну как ты венчаешь? А у него пятая жена какая? Ну он же не регистрирует там дом. Ну он и жить-то не думает совсем. Стоят там с кемокамерами. Вот так вот фотографируют. Это очень интересно смотреть. Ну посмотрите. Четыре паруса. Ты зайди в церковь. Стоит она вся накрашенная. Там полуголая. Ну хоть. Перекрестить-то вообще не знает. Что это такое? Это уже никакая не вера. Ничего. Полная дискрипитация самого названия. Христианская вера. Да ни в одной секте этого не будет. Ты пойми сейчас к огнетистам. Я желаю повенчать. А они венчают по-своему. Но никогда не будут. А певать? Они поют. Ну не по-нашему. По-своему. По крещениям готовят. У вас ничего здесь людей нету. С улицы пришел и зашел и вышел. В голове по голове ты крещен. Но уже обман отцы. У вас в книжке лежат. Полное погружение. Должен обратиться. Уверовать. А наши материалы рвут. Объявления занятия всрываются везде. А почему? Потому что это свет, освещающий тьму. А не грех ко греху лепят и лепят. Я вчера разговаривал или подзачал вот этот материал на конгрессе. И на меня один так навалился. Начал хамить. Ругаться. А он бывший коммунист. Всю жизнь работал против церкви. Разрушал церкви. А сейчас стоят и причащаются. Я просто подошел и говорю. А вы пост соблюдаете? А мне нельзя. Я больной. Я говорю. Церковь молоко не разрешает. Молоко это как. А я и не еду. Я зашел сейчас. Я с котлетками свои постники. Хе-хе-хе-хе. Постники. А там мясо еще постное есть. Да как раз меня запускают священника? Я сказал настоять тебе. Он говорит можно. Да ты всю жизнь церкви закрывал. У тебя такая была огромная власть. Что это генеральное звание. Как он опустился на меня. И вот без покаяния их принимает церковь. На дух Содома из них не вышел. Они остались те же самые коммунисты. Они с коммунистическим духом сегодня к чаши Господней едут, проталкиваются, шелестят впереди. А когда же вы крещение-то приняли? А я с детства крещенный. А если ты с детства, значит ты был враг уже в состоянии христианина. Отрекся от Христа. О таких Вселенский собор говорит. До самой смерти не причащать. Стоять только на улице или в притворе. И в смертный час причащить. А ты на следующий день еще партийный билет в карманы уже причащаешься. А почему? Да поп, коммунист, потому что. Вы на одном под собранием вместе сидели. А это тут и гадать даже не надо. Ты же и каноны имеешь в руке. Ну посмотри, что там написано-то. Тридцать лет есть заключение. А это пожизненное как заключение. До трех лет Христа. Ничего этого не надо сегодня. Это самое страшное воспитание нового человека. Который без осознания греха получает путевку в жизнь вечную. Потому что ничего не получает. Там обман идет. Вот это и позволили и задели мирской власти. КПСС ставило всех епископов. Безбожная власть. И это сегодня все опубликовано. Уже все их клички КГБ, архиерея священников. Мы еще это ничего не знаем, не видим. А если это мы знаем, мы даже смотрели в Писании. Да, Бог время пока это. Но сегодня-то можно выйти и сказать-то. Есть такой Хризастон виленский. Он литовский. Он был иркутский. Он Хризастон. Архиепископ. Он говорит, да, я сотрудник КГБ. А вы-то, что молчите-то? Ну мы все такие, что стоите, сто процентов все. Сотрудники КГБ там иногда генеральские звания имели. По путевке комсомола все направлены туда были. А что же вы молчите-то? Я конкурат выступаю. Он говорит, ну что, я не скрываю, да, но в это время было такое. Он прямо перед телевидением стоит и говорит, да, я сотрудничал в КГБ. Ну и что у меня? Кличка была. Называет ее там Орел. Кличка-то очень хорошая ему. А может, это не Орел, а Крот. Разумеется сидел-то здесь. А если бы я так не дел, тогда бы, как патриарх говорит, закрыли все церкви. Да кому не нужен церкви, увидите, в каком состоянии все находится-то. На предательстве Бог ничего не строит. И за ней позволим... ...позволим... 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 ...позволим...